Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. СНБ Армения задержала двух воров в законе. Служба нацбезопасности Армении задержала двух воров в законе, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что уголовное дело в связи с созданием криминальной группы было возбуждено еще 7 апреля 2022 года. В результате совместной работы Генпрокуратуры, Следственного комитета и СНБ было собрано достаточно доказательств против так называемого вора в законе Самвела Арутуняна, который, согласно материалам дела, руководил группой с криминальной субкультурой, давал ее членам задания и занимался решением частных вопросов. С помощью группы он организовал сбор денег со стороны отдельных лиц, в том числе, из уголовно-исполнительных учреждений в организованный им общак. 6 июля, уголовное дело возбуждено в отношении семи лиц, три из них имеют высшую ступень в криминальной иерархии, из них двое воров в законе. Шесть человек задержано, у них найдено и конфисковано 180 тысяч долларов. Также в СМИ говорится, что в Ереване задержаны более десяти криминальных авторитетов. В Ереване полицейские провели спецоперацию по борьбе против уголовной субкультуры. Об этом сообщает взглиет С, со ссылкой на армянские СМИ. В отделение полиции и главное управление уголовной полиции были подвергнуты приводу 56-летний ереванец Александр Макарян, Алло, 55-летний ереванец Рубенко Станян, Бова, 52-летний ереванец Ашот Аветисян, Асмик, 62-летний ереванец Андраник Тертерян, 42-летний ереванец Жираер Брутян, Молотяй Жира, ереванец Самвел Арутюнян, Манетит Хас Амо, 51-летний Паруэр Григорян, 41-летний ереванец Рафаэл Назарян, 46-летний ереванец Юра Удоев, 57-летний ереванец Джинди Амарян, 53-летний ереванец Андраник Сагаян, Зап, 45-летний ереванец, вор в законе Армен Манукян, Сева, 44-летний ереванец Арсен Мкрчан, 44-летний ереванец Артем Арутюнян, Артем Каневской, которого недавно признали послом доброй воли, 41-летний Ара Бондурян, Наратус Циара и 53-летний ереванец Воскан Нацаканян. Отмечается, что в квартирах и домах указанных лиц по решению суда были проведены обыски. В домах и автомобилях некоторых из них были обнаружены ружья, газовые пистолеты, холодное оружие, патроны, бронежилеты и другие предметы. Борьба с воровским миром в Грузии, полиция задержала 7 человек. Криминальная полиция задержала 7 человек, за связь с воровским миром, еще двум лицам, находящимся за границей, обвинение предъявлено заочно, говорится в заявлении МВД. Следствием установлено, что двое обвиняемых при помощи еще двух фигурантов дела, нашли клиента для сбыта золотых монет в Турции. Позже выяснилось, что монеты были фальшивые. Чтобы вернуть деньги, уплаченные за фальшивые монеты, обманутый покупатель обратился за помощью к вору в законе Миндия Лавасоглы. Для решения финансового спора между сторонами обвиняемые, устроили воровские разборки как на территории Турции, так и в Грузии. В них участвовали трое воров в законе, проживающих за границей Миндия Лавасоглы, Джейран Кенсурашвили из Виад Папиашвили. В качестве доказательств полиция изъяла у задержанных мобильные телефоны, по которым они общались друг с другом и с ворами в законе, находящимися за границей. Следствие ведется по статьям членстве в воровском мире, поддержка воровского мира, а также обращение за помощью к ворам в законе. Обвиняемым грозит от трех до десяти лет тюрьмы. По делу продолжаются соответствующие процессуальные и следственные действия. Не исключено, что круг фигурантов расширится. Ранее Грузии задержали членов воровского мира. Министерство внутренних дел Грузии задержало 9 человек, причастных к воровскому сообществу, и еще семерым заочно предъявило обвинение за аналогичное преступление. В деле фигурируют 49-летний вор в законе Тимури Гвасалия по кличке Тема Сухунский, 34-летний вор в законе Акакий Тугуши по кличке Энса и 52-летний вор в законе Тенгиз Хопперия по кличке Чинка. Всем им обвинения предъявлены заочно. По данным следствия, члены воровского сообщества с целью решения финансового спора между гражданами и получения личной пользы связались с находящимися за границей грузинскими ворами в законе. Для разрешения финансовых споров обвиняемые устраивали так называемые воровские разборки. Обвиняемые выслушивали позиции спорящих сторон, а затем принимали решение в соответствии с так называемым воровскими традициями и обязывали одну из спорящих сторон выплатить определенную сумму в установленное время. А в случае истечения срока требовали выплатить так называемый штраф. На основании решения судьи, полиция в течение нескольких месяцев проводила тайные следственные мероприятия. В результате проведенных обысков изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с находящимися за границей ворами в законе. Обвиняемые были задержаны в Тбилиси, а также в регионах Эмерети, Семегрила и Аджарии. Обвиняемым грозит от 3 до 15 лет тюрьмы. Также, в СМИ говорится, что МВД Грузии задержало участников воровской разборки, организованной из Турции. Несколько человек задержали в Грузии, по обвинению в причастности к воровскому миру. Об этом сообщает новости Грузия, со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. Следствие установило, что один из обвиняемых К.Т. при помощи криминальных авторитетов О, С и В, Г пытался разрешить имущественный спор со своим знакомым. Дело касалось земельного участка. Посредники связали К.Т. с грузинскими ворами в законе, находящимися за границей М.М. по кличке Курша и З.М. по кличке Глихович. При их участии в Турции была организована воровская разборка. Тогда было принято решение, что земельный участок, являвшийся предметом спора, должен быть продан, а вырученная сумма полностью перечислена ворам в законе, которые после решат вопрос распределения денег. К материалам приобщены кадры оперативной съемки, на которых запечатлены встречи фигурантов дела в Грузии, а также записи их телефонных разговоров. Субтитры создавал DimaTorzok